всем привет давайте создадим локальный туман он будет несложный но и при этом как бы небольшое количество инструкций для данного материала давайте создадим материал напишем ок именуем medfog создается на основе black mode нас едите в сразу ставим и у нас материал до мэйн это валью и у нас сразу повышает 169 инструкций ничего не запустив да еще но если быть коротко да можно создать обычный материал нажимаем буквы цифру 3 и кликаем на экране у нас вот получается вот такой вот получается вектор да если отсюда запитывать его это у нас вектор constant vector 3 вот он и подключаем здесь и подключаем здесь здесь мы подключаем нажимаем буковку с это у нас создается параметр давайте назовем его интенсити значение поставим единица и подключим эксетишно по сути вот это у нас уже получился туман но он просто естественно самый простой 169 инструкций если мы кинем какой-нибудь кубик здесь вот он у нас все покрывает какую-то радиус так скажем накинем на него материал и естественно мы его не увидим давайте создадим create material instance накинем на кубик и и и будем редактировать во первых вытащим чтобы нам было видно это intensity мы можем все покрутить но естественно у нас ничего не меняется это почему потому что смотрите чтобы это все работало вот это volume так далее да то есть наш материал нас во первых должен быть экспонейшн хайдфок если у вас его нету вы должны его кинуть на наш уровень здесь давайте фок пропишем вот он экспонейшн хайдфок кидаете на уровень но он у меня есть я его не буду забрасывать просто получается что мне необходимо нажать на него и включить здесь volumetric фок то есть без этой галочки наш не запустится и теперь давайте отрегулируем значение то есть если вот будем регулировать вот это прям черный туман чтобы это можно было исправить давайте зайдем снова материал перекинем сюда и создадим из нашего цвета конверту параметр давайте color напишем дефолтное значение можно поставить какой не знаю белая ну или ближе к синему что-нибудь подобное и сохраним это все здесь у нас в инстанции теперь получается вот уже регулировка цвета можем такой вот зеленоватый делать синий красноватый да то есть но вы это как вам нравится это вот самая простая скажем суть как видите да у нас туман очень такой плотный и здесь можно интенсивностью регулировать значение давайте немножко усложним его создадим более менее интересные симпатичные так скажем с некоторыми движениями во первых нам необходимо задать локальную позицию нашего тумана это у нас local позиция то есть мы будем вычислять его значение чтобы сдвигать и делать так скажем в более темные части так скажем другом более светлые на нашу локальную позицию мы вычитаем вычитается из нашего объектного ориентирования так скажем берем object так обжиг ток от bounce bounce это у нас граница данном случае у нас граница вот этого куба вот они все значения да то есть вот это и есть bounce то есть если мы даже сферу возьмем у нас bounce будет все равно такого квадратного вида кубического здесь уже не важно мы вычитаем из локальной позиции наше минимальное значение и далее мы должны получается разделить на значение которое является максимальным то есть чтобы у нас небольшие такие проценты и образно получились далее мы умножаем эти значения на так скажем параметр давайте просто скопируем этот параметр и назовем его факт дэнсити чуть позже мы посмотрим что это такое и далее мы можем сделать он минус здесь уже будете смотреть вам необходим или по сути более такую четкую значение создает далее мы снова давайте разделим на значение 10 чтобы у нас дальнейшем получилось какие-то более корректные значения и умножим это все на наш интенсивность теперь мы ее сюда подключаем и это здесь давайте проверим как это все работает так давайте вытащим этот кубик чуть убавим его граница чтобы было видно и накинем ему интенсивности чуть побольше так я это чуть-чуть уберу смотрите так вот ниже опущу то есть если мы будем ок дэнсити крутить да смотрите видите у нас туман переходит из одной так скажем части в другую ну естественно минус мы если будем крутить он у нас полностью заполнит все значение нолик является общей так скажем 0 и 5 это смотрите левая часть больше правая меньше единица у нас прям здесь практически прозрачность становится здесь наше максимальное значение которое мы выставили в этом значении то есть здесь 2 здесь плохо видно здесь только начало то есть вот этим можем будет регулировать скажем начало нашего тумана давайте его вот так вот повернем и естественно то есть при въезде в туман мы будем какие-то элементы видеть а если бы у нас туман уже был практически здесь мы их не видим но от регулировать естественно интенсивности так что еще можно сделать интересного также можем сделать движение и с небольшой регулировкой вот здесь у меня есть текстура мы ее сейчас тоже закинем наш материал нам тоже понадобится материал текстура у нас сделано обычными то есть на белом фоне я нарисовал вот такие черные полоски в данном случае вы можете любую иную текстуру сделать ну белые они будут у нас зависеть от одного цвета черные от другого цвета чтобы это использовать во первых давайте сделаем дубликат так color 1 давайте color 2 напишем и вот так в одном цвет поставим темнее другом светле далее мы используем ноду alert чтобы переключать тыкаем на буковку l и на экран у нас получается но далее теперь наша текстура должна проходить определенная контрастность далее мы вызываем нашу ноду чипком стран контраст rgb и на контраст мы подадим наше какой-нибудь наш параметр а я просто его скопировал и давайте его переименуем наш необходимостью пусть это будет контраст и далее мы будем в альфа подключать его посмотрим что вообще выходит так где у нас здесь у нас есть контрастность как вы помните да у нас есть color 1 он такой будет представим что синеватого цвета другой пусть желтого то есть как вы видите да у нас и синий есть небольшой такой давайте что-нибудь красным выставим то есть они в некоторых местах смешиваются когда мы больше прибавляем значение контраста у нас выдается один цвет меньше другой цвет можем регулировать но еще мы кое-что тоже исправим теперь мы можем сделать движение это у нас пэнер буковка пи на клавиатуре тыкаем нас наш фейбл и что нам необходимо во первых это подавать скорость скорость мы будем заключать из двух параметров давайте их тоже скопируем первое у нас будет спит по иксу далее спит по игреку скорость по иксу и по игреку как который у нас как раз таки здесь чтобы их соединить чтобы в одну ноду их подать вызываем append так где у нас append вектор и и подключаем значение спит и далее нам необходимо еще подать координаты координаты мы будем брать наши мировые мировые координаты воронц волны позиция далее чтобы мы могли регулировать необходимое наше до значение данном случае нам нужно x y а это у нас получается нужно вызвать маску компонент маск как раз р и г то есть красный и зеленый это у нас как раз таки x и y можем подать отсюда можем подать отсюда пусть здесь и останется и далее мы получается разделяем это значение на значение тоже ставим параметр которым мы и ранее копировали и давайте текстур сайс будет это у нас значение то есть мы здесь будем регулировать размер нашей вот этой текстуры которые подаем правее теперь текстур сайс давайте выставим 100 будет ее изначальное значение то есть размер равные размеры текстуры так спит давайте выставим значения какие-нибудь в одном случае минимальные будем сдвигать ее по у пусть это будет единица и посмотрим что у нас выходит так если вот может быть вам видно вот здесь особенно очень хорошо у нас вот такие вот линии идут это может сказать что мы принципе сделали движение небольшое да такое это как будто лучи солнца немного попадает и сквозь наш туман такой проходят то есть если мы будем регулировать эти значения спит y увеличим в два раза он естественно будет двигаться сюда давайте по иксу ну здесь чем увеличивая большие размеры да здесь мы будем плохо видеть можно регулировать настройкой текстуры давайте сделаем единицу также 0 1 но чтобы увидеть более конкретно вот наша текстура сдвигается вот прям на солнце видно это все очень хорошо мы можем регулировать наш факт дэнсити а также контрастность как видите да вот красное это у нас 1 вот это значение это темные части мы можем сделать их синими желтые с зелеными там ну и то есть вот такие вот действия с туманом ну естественно интенсивность можем увеличить прям до невозможности так факт дэнсити мы перекрутили давайте сделаем стандартные значения и вот что у нас в общем выходит то есть если мы так я забыл у нашего нашей коробочки убрать коллизию чтобы мы могли про и пролететь сквозь нее так коллижен но у коллижен сейф если кстати у вас выходит как-то немножко по-другому да то есть вы можете на наш экспоненшал хайфок немножко подкрутить значение получается сами регулирующий факт дэнсити да то есть мы прям выкрутили лик их максимально то есть если отсюда прям смотреть вот они прям значение то есть мы делаем во первых и задний фок прям плотным и это у нас тоже немножко становится плотнее а также смотрите есть небольшой прикол то есть если мы в определенном радиусе мы не видим данного тумана это у нас тоже регулируется у нас получается здесь distance есть сейчас я его найду view в distance видите да это у нас волюметрик фок как раз таки где мы галочку ставили но чуть ниже это вот как раз таки на дистанции на которой мы можем увидеть чем больше тем получше но при этом не забывайте что это у нас тоже тратится так если мы запустим переключимся на f5 мы видим значение у нас красные да но это только при подлете то есть когда у нас прозрачные пересекаются с другими материалами а если мы внутрь и влетим у нас значение вполне нормальные то есть при выходе то же самое у нас туман будет краснеть немножко а зато внутри у нас все прям отлично но я вот эти вот эти значения темные световые перекрутил это просто чтобы было видно можно откорректировать их необходимое значение ну а также есть значение экзютишен да то есть у нашего экспоненция хайфок но их тоже подкручивать только в необходимости а на этом все до скорой встречи всем пока а